Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Камила Клиновская. И в начале коротко о главном в этом выпуске. Все, что так нужно в полевых условиях. Семье Сокулиных передали гумпомощь для бойцов в зоне проведения СВО. Встреча в преддверии праздника. Военнослужащие Софринской бригады пообщались со школьниками округа. Прокофьевские чтения. Областную научно-практическую конференцию провели в Пушкинском. Об этих и других событиях в информационной программе новости Большого округа. Жители Пушкинского начали получать сообщения с призывом устроить теракт. А в Телеграме появилась группа, в которой некий молодой человек обещает напасть на Пушкинскую школу. Правоохранительные службы в курсе. Они держат ситуацию под контролем. Жуткие сообщения начали появляться в чатах округа. Пушкинский запомнит 27 марта навсегда. Пушкина сгорит в аду. И 22 марта было началом. И это самые не страшные. В основном речь идет об убийствах детей в школах. А также о планируемом нападении на ТЦ Пушкина парк. Ситуация дошла до руководителя организации Лига безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Пушкина. Всю информацию о каналах отправили в правоохранительные органы. Тула, Екатеринбург, Казань, Пушкина, Смоленская область. Информацию об угрозах школам и другим учреждениям направили в правоохранительные органы. Все это распространяется с территории Украины. Написала она в своем телеграм-канале. Также стало известно, что молодежи Пушкинского приходят сообщения с предложениями о работе, нападении на школы за деньги. По предварительным данным их присылают сотрудники спецслужб Украины. Родителям необходимо предупредить детей о действиях вербовщиков, рассказать об ответственности. Научить ребенка не отвечать незнакомым в переписках. Чаще всего вербовщики просят сохранить переписку в тайне. Могут предлагать денежное вознаграждение. Настоятельно попросить ребенка сообщать о подозрительных собеседниках родителям или учителям. Если подобные сообщения поступили на телефон, необходимо успокоить и поддержать ребенка. Сообщить в правоохранительные органы по телефону 102. Жители села Эльдигина Светлана и Андрей Сокулины занимаются сбором гуманитарной помощи, которые отправляют не только бойцам, но и мирным жителям. От творческих многодетных семей Пушкинского и Совета депутатов округа волонтерам передали окопные свечи, хирургические бахилы, пряжу, одежду и многое другое. В этих коробках все самое необходимое сейчас в полевых условиях. Например, окопные свечи и хирургические бахилы. Гуманитарную помощь семье Сокулиных привезли председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула и уполномоченной главы округа Нина Ушакова. Также отдали несколько сумок пряжи. Из нее для бойцов свяжут носки. Сегодня познакомился с Андреем и Светланой, которые уделяют большое количество своего свободного времени и собирают гуманитарную помощь, чтобы отправлять ее на СВО. Это мы закупали. Женщины еще отдают свое, то, что у них запасы. Это вяжут люди. А кто это вяжет? Женщины наши. Ельдигинские, Правдинские, Зеленоградские, Пушкинские. К слову, именно с носков все и началось. Светлана и Андрей Сокулиной живут в Ельдигине. Сбором гуманитарной помощи для бойцов занимаются с момента, как началась спецоперация. В своем доме для этого выделили целое помещение. Началось с 10 мною связанных шерстяных носок. Потому что я когда связала, думаю, ну куда же мне их отправить? Через кого передать? Ну, подруга посоветовала, говорит, ну давай бригаду. Ну, вот мы связались с бригадой, и потом с этих носков у нас все началось. Сначала подключились подруги из ансамбля, в котором участвует Светлана. Потом, благодаря, как говорится, сарафанному радио, потихоньку стали узнавать и другие люди. Сейчас, признается Светлана, в ее телефонной книжке уже около двух тысяч контактов. Чтобы ничего не забыть, ведет специальную тетрадь. Таких у нее уже много. Стараются отправлять гумпомощь несколько раз в месяц. Удается даже и по четыре раза. Вот люди, которые занимаются гуманитаркой, мы уже по району очень много друг к другу знаем. Кто где сети плетет, кто где что собирает, кто госпиталям помогает. То есть мы между собой находим друг друга и уже общаемся. Ну и как вообще вы с этим справляетесь? Это же такая непростая работа. Ну тяжеловато бывает. Объемы бывают разные. Иногда просто народ сумочку принесет. А иногда привозишь целый багажник и еще в салоне у машины. Ну, а как? Надо? Куда? Если не мы, то кто же? Светлана вместе с мужем собирает гуманитарную помощь не только для бойцов, но и для мирных жителей освобожденных территорий. Поэтому им привезли еще и коробки от творческих многодетных семей округа. В них разные вещи, предметы, все то, что пригодится людям. Евгения Коломийца, Владимир Парфенов. Новости Большого округа. Краткий экскурс в историю Росгвардии боевого пути Софринской бригады. В преддверии 213-летия со дня образования войск Национальной гвардии пушкинские школьники встретились с участниками специальной военной операции. Встречу организовали активисты Пушкинского отделения Молодой гвардии Единой России. Военнослужащие 21-й Софринской бригады в преддверии праздника 213-летия со дня создания войск Национальной гвардии рассказали историю Росгвардии и боевого пути военнослужащих, что участвуют сейчас в СВО. Более 50 бойцов из бригады награждены орденами мужества. Встречу школьникам с участниками специальной военной операции организовали местное отделение Единой России совместно с Молодой гвардией Единой России. Есть запрос. Ребята очень хотят видеть своих героев, очень хотят услышать мнение из первых уст. Поэтому, конечно, все действительно очень рады и счастливы, потому что такие встречи проходят, и они могут задать вопросы, узнать новую информацию, потому что бойцы Софринской бригады всегда приходят с презентацией, рассказывают, показывают. Ребятам было интересно узнать, что чувствуют бойцы на освобожденных территориях, когда общаются с жителями, услышать истории спасения кошек и собак. Животных приходилось отвязывать с цепей, чтобы сохранить им жизнь. Некоторых брали с собой. После ответов на вопросы ребята могли сфотографироваться в экипировке бойцов. Им рассказали про разгрузку, бронежилет, наколенники, подсумок. Такие встречи – часть патриотической работы активистов МГЕР. На встречу пригласили ребят из Королевского и Сергиево-Пасадского отделений. Мы занимаемся и работой по поддержке мобилизованных, и работой по поддержке их семей. То есть мы считаем своим долгом общаться с такими людьми, помогать семьям, детям, женам. И, конечно же, такая встреча – это часть нашей большой работы по просвещению молодежи в том числе. То есть вы можете видеть тут школьников, студентов, просто интересующуюся молодежь. Такие встречи будут проводить еще. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Владимир Парфенов. Новости Большого округа. Чтение стихов, музыкальные отрывки из произведений великих композиторов и интересные моменты из жизни двух самых известных мировых авторов – Александра Сергеевича Пушкина и Уильяма Шекспира. Прокофьевские чтения провели в одноименном колледже в формате научно-практической конференции. Подробности далее. В Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева состоялась ежегодная научно-практическая конференция, посвященная двум литературным гениям – Александру Пушкину и Уильяму Шекспиру. Спикеры представили доклады, которые были отобраны во время заочного тура и рассказали о музыкальном воплощении шедевров великих литераторов. Сегодня у нас областная конференция «Прокофьевские чтения». Мы к ней долго готовились. Это очень значительное событие в жизни нашего колледжа. Будет много докладчиков, будут гости из Балашихи. Что касается темы конференции, то мы выбрали два юбилея этого года. Это юбилей Александра Сергеевича Пушкина и Уильяма Шекспира. Два выдающихся деятеля литературы, которые очень сильно повлияли на всю музыкальную культуру. Пушкин громаден, плодотворен, силен. Он для русского искусства то же, что Ломоносов для русского просвещения. Не даром Пушкина считают родоначальником русско-классической литературы, русского литературного языка. В этом году Александру Сергеевичу Пушкину исполнится 225 лет, а его английскому коллеге – 460. Конференцию традиционно проводят в марте и каждый год посвящают гению культуры. В 2023-м, например, это был Сергей Рахманинов. В прошлом году также участвовали, когда похожая конференция была по Сергею Васильевичу Рахманинову. Да, и это всегда очень интересный опыт. Всегда знакомишься с интересными людьми, узнаешь что-то новое про композиторов и про людей. Формат мероприятия научно-практический. Так как конференция областная, подготовка спикеров происходила в два этапа. Год отводился на разработку и исследовательские изыскания. Потом на суд комиссии сдавались доклады в письменном виде. Лучшие студенты получили возможность представить свои видеопрезентации широкому зрителю в концертном зале музыкального колледжа. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. А теперь о погоде. На этой неделе весна возьмет новые рубежи. Все 7 дней будет тепло и преимущественно солнечно. Снежный покров продолжит активно сходить. А выходные температуры может вырасти аж до плюс 20 градусов. В среду 26 марта днем пока не так тепло. Плюс 10, но уже солнечно. К ночи столбик термометра упадет до плюс 2. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во ВКонтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». На этом у меня все на сегодня. С вами была Камила Клиновская. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин